семью народ с вами сильвиас это кольчара на фоне оружейника это значит что мы сегодня будем рассматривать оружие правильно хочу заметить такую вещь все оружие которые здесь будут рассмотрены как правило рассматриваются на с 1 то есть на первой копии если мы будем говорить про эски которые апают эффективность оружия то вы утонете в информации и по факту я сегодня буду рассматривать топ-3 пушки для каждого персонажа потому что пушки которые не входят в топ 3 они как бы ну окей как затычка но если у вас есть основная пачка которой вы собираетесь играть который вам супер нравится и в которую вы вливаете больше всего круток они разумеются должны быть хотя бы плюс минус с с 3 тиром оружия то есть хотя бы один из трех вепанов на персонажи должен быть разумеется в идеале эти пушки на всех трех персонажах иметь но вообще базово у основного дамагера должна быть пушка из этого тир листа я не очень люблю тир листы но по факту эта информация уже давно проверено тестерами уже давно понятно какие пушки для кого нужны опять же спорить ни с кем не собираюсь игра соло и по большей части эта инфа нужна для тех кто вообще типа не представляет как гирить пушки как их одевать по какому принципу и так далее в общем то начнем и опять же еще раз уведомляю о том что если пушка не имеет звезд и стоит 1 это значит что пушка на пяти звездах допустим другая не заменит ее то есть мы сейчас рассматриваем с 1 в сравнении с допустим с 5 или с 4 или с 1 я всегда буду проговаривать что допустим на первом месте стоит с 1 пушка а на втором месте допустим фиолетовая с 5 пушка это значит что золотая с 1 пушка будет лучше чем фиолетовая с 5 пушка то есть если приблизиться к эффективности сто процентов то кальчара например у него основной меч люстра ус рейзер золотой топовый на него он примерно будет равен по эффективности второму по топовом месте мечу но только второй по топовости меч он фиолетовый и чтобы сравниться по эффективности с единичкой золотого нужно ему аж 5 иметь звезд вот такие его дела короче по пути разберетесь и давайте смотреть перед началом как всегда спонсор там сможете купить себе каких-нибудь штучек для вувы задонатится там бы пышники и прочее поехали начнем с кальчары первый и main основной вепон который у вас на кальчаре по хорошему должен быть это хотя бы c1 люстра ус рейзер ну c1 имеется ввиду с 1 это когда вы его типа просто выбили и вот он как бы есть то есть он по дефолту на первом ранге первый ранг это то что у него пассивка да включается и когда вы втыкаете 2 у него уже будет с 2 2 меч по топовости на кальчару это autumn trace но стоит понимать что autumn trace на с 5 примерно на 7 8 процентов хуже чем люстру ус рейзер этом игре про с 5 если у вас он с 1 то хуже он аж на 18 процентов суммарных показателей но плюс autumn trace а в том что у него есть встроенный крит рейд и это поможет добрать этот самый кап крита для кальчара причем хочу заметить что за battle pass этот меч дается не за топовую версию он дается за версию инсайдера который стоит 10 баксов ну то есть как будто бы плюс-минус дешево и 3 по топовости меч на c1 имеет эффективность средненькую но на s5 helios cleaver имеет примерно схожие показатели с autumn trace сам прошлым мечом только autumn trace на s1 выигрывает helios cleaver на 5 процентов то есть helios cleaver но это плюс-минус такая пушка которую можно надеть он выбивается со стандартного оружейного баннера и впоследствии если вы не выбили какую-то топовую золотую пушку по типу люструса вы сможете надеть его и не парить себе голову опять же он должен быть s5 из s1 этот меч спокойно перебьет брод блэйд 41 на s5 а брод блэйд это штука которая как раз таки крафтится вот здесь то есть мы говорим вот про этот брод блэйд если вот этот брод блэйд скрафтить пять раз то он примерно будет равен helios cleaver у на s5 далее верина и в целом большая часть саппортов ну хилов имеется ввиду наравне с бойцы используют как main оружие топовая variation variation он по сути выбивается с и винтового баннера пушек нужен на s1 не больше закрывает все потребности потягаться с ним может разве что крафтовая пушка rectifier номер 25 но rectifier номер 25 на s1 примерно имеет одинаковые одинаковую разницу но только суть в том что фактически здесь будет у вас на 90 левеле одинаковая а тк одинаковый реген разница лишь в том что rectifier он после того как вы используете резонанс скилл восстанавливает хп вам если у вас меньше 60 процентов а variation он восстанавливает концерта energy что для саппорта это прям маст хэв поэтому если не выпал воратор с и винтового баннера можете сделать себе rectifier как затычку на первое время в остальных случаях грейдить их не особо обязательно потому что саппорты они ну как я сказал много времени на поле не проводят далее cosmic рипплс отлично подходит как мейн оружие энкор на s1 затмевает в принципе все что существует вообще в игре и является бисовой пушкой для энкор просто потому что есть процентная атака energy regen и еще и увеличение basic атак дэмиджа бонуса а энкора очень много с автоатак дуплит естественно это тоже и винтовый в плане обычный баннер пушки которая дается на выбор то есть тут есть гаранты и со временем выбираете персонажи если у вас main энкор то крутите на нее этот самый космик рипплс второй по значимости вепон для энкор это тоже самый батл пассовый вот такой вот аугмент здесь критрейт здесь после резонанс liberation увеличивает атака на 15 процентов то есть отличный дэмэш вепон для энкоры второй по топовости далее у нас идет джанксин для нее есть несколько вариантов конфигурации оружий если это дпс или гибрид то топовой пушкой является эбис сурджис то же самое из оружейного баннера она крутится на втором месте hollow mirage на третьем стонард hollow mirage это пушка насколько я полагаю которая достается с и винтового баннера у меня один кусок этой кстати пушки уже тоже есть hollow mirage да вот вот такие вот кулачки нужны для нее во второй стадии то есть это вторая пушка по популярности а третья пушка это стонард которая достается с батл пасса вот она то есть у нас три топовых варианта но тут опять же все зависит от того что в каком билде используется зианксин потому что если она используется как dps и гибрид конфигурация то в целом например в dps сборках я не совсем вижу смысла скорее ставить ее под дпс билд но если все-таки вы собрались это делать то делаете в другом случае подойдут обычные крафтовые пушки начиная от с 5 ну то есть если вы собираетесь делать ее в саппорт конфигурация джинксин обязательно нужно будет крафтить пушки в вот этом вот крафтовом тире например 21 гаунтл ты тут штука когда резонатор дышится или собственно доджится повышает атаки на 8 процентов плюс каунтер атак дэмэдж на 50 процентов при этом если вы каунтер атаку используете восстанавливает резонатор и шпина 5 процентов это триггер с раз в одну один раз раз 6 секунд соответственно 21 д гаунтлы они для нее подойдут если их скрафтить на 5 но в любом случае на джинсин я думаю что если это саппорт то подойдет и c1 сочетание с ее счетами это будет более чем далее у нас генерал идет генерала у меня нет я показать его не смогу но суть в том что его лучшая пушка это разумеется сигнатур к и для всех персонажей которые есть вы винте и винтовые пушки лучше это сигнатурки на втором месте идет наш знакомый люстру с рейзер который выбивается собственно с оружейного баннера потом у нас на третьем месте идет s5 autumn trace и s1 autumn trace ну то есть autumn train on autumn trace он типа довольно топовые для этого дела если вы покупаете battle pass это для вас подойдет ну и потом ему можно поставить helios cliver хотя по факту генерал без сигны это пустая трата круток далее линк янг топ-1 пушка на него это и без сурджис из оружейного баннера вторая пушка идет из и винтового оружейного баннера перчатки на него и третье battle pass вы и перчи далее у нас идет ровер и что в хаваки что в его основном билде на данный момент у него два варианта пушек это люмин глаз который идет на втором месте при этом второе место у него начинается с с 1 то есть люмин глаз с 1 примерно на 20 на 30 процентов хуже чем основная пушка которая нам нужна основная пушка которая нужна правильно она опять же с оружейного баннера и называется она winter bloom sword то есть вот этот вот мечочек нам собственно emerald of genesis нужна для того чтобы пушить на ровере но опять же если рассматривать main dps трех персонажей которые сейчас в принципе существуют это генерал кальчара и ровер и смотреть на то что допустим ровер в хаваки сейчас супер перья паный ну то есть его объективно либо будут нервить либо будут балансить к энд игре либо какие-то резисты водить я не знаю но сейчас через чур больно бьет то я бы все-таки советовал выбивать в первую очередь генерала сигну если вы эту сигну собственно собираюсь лутать потом кальчара и потом только ровера ну потому что ну камон это просто банально мне кажется более логично мне кажется опять же никого заставлять не буду но ровер на данный момент переапан и конкретно я бы сигну ему не тащил но если собираетесь и у вас там каким-то образом появилось много круток то emerald of genesis топовая пушка для ровера в обоих спеках сейчас опять же не знаю как потом добавят ли они роверу еще спеки потому что например когда закончится июнь выйдет обновление 11 там будет новый battle pass в нем будут новые пушки и короче по факту на данный момент этот видос будет актуален весь июнь далее у нас идут стрелки по типу альта и тут на самом деле стоит пояснить вообще вообще в супер в гиперлейте когда у вас будет допустим не будет желание крутить какого-то нового персонажа можно будет откручивать пушки на дополнительных персонажей что я не советую но у альта очевидный фаворит фаворит собственно в пушках это static mist это основная пушка с оружейного баннера и потом идет nova burst undying flame пистоли крафтовые зандерболт battle pass и так далее и все эти пушки примерно по процентам равны поэтому если вам нужна пушка на альта цепляйте что есть если у вас есть какая-то фиолетка она уже хороша потому что по факту этот перс но он карманный я честно говоря не знаю кто будет здраво уме крутить пистолеты из баннера на альта но может быть кто-то будет информацию приняли боязы то же самое что было уверены либо variation либо rectifier номер 25 чикси та же ситуация что и с альта топовый пистолет static mist потом nova burst крафтовые пистоли и батл пасовый пистоль опять же чикси они main dps и ставить ее на плане именно искать определенную пушку на нее бред поэтому есть фиолетка втыка и фиолетку они все плюс-минус в одном и том же диапазоне данжин та же история топовая пушка это emerald of genesis также как у ровера но опять же ставить на нее сигну золотую не вижу смысла никакого но плане сигну а и винтовую пушку которая крутится с баннера это полный бред ставьте любую фиолетку которая пойдет если нет фиолета крафтите на нее фиолетку при нужде очкастый дуропляс абсолютно та же история что с альта из чикси это карман чисто чел который вот выпускаешь ради аутро ультануть пукнуть и так далее топовый пистолет static mist nova burst потом идет потом пистоли крафтовые и батл пасовый то есть специально ролить пушку на этого перса нет смысла и вообще честно говоря не знаю зачем я рассматриваю фиолеток потому что по факту нужно рассмотреть только лишь main дпсеров которые ну как бы в отряде дпс от но у нас как бы и сап персонажи дпс от неплохо потому что например моя санхуа нормально так дает по лицу в некоторых моментах даже лучше чем кальчара но именно на аов дпсера ролить и пушку специально я вообще не советую тут просто лишняя трата круток поэтому есть фиолетка воткни пусть будет можешь прокачать по левелу можешь влить консту но специально выбивать оружие на сап дпсера не надо пока на основных дпс рах у тебя пушек нет не трогай а то вообще никогда санхуа то то же самое абсолютно топовый меч emerald of genesis 2 команда of conviction как у меня очень крутой мечочек на нее потому что когда ты интруху делаешь тебя повышается атака и ты сразу делаешь full прокаст который у нее кстати очень быстро идет через ледяное эхо 4 звездочная и даже сейчас на этапах непрокаченный санхуа там ульты по 9 по 12 тысяч летят а мы сейчас на 60 мы были очень имба потом идет батл пассовый и крафтовый меч ауки или то отцы хавок девчуля с огромными глазами топ-вый меч для нее downless evernight потому что до хренища дефа потому что что правильно она дамажит от дефа но типа окей отличный хавок меч который вы можете залутать в ивентовом баннере мне он упал абсолютно случайно и до этого стоял на кольчаре но теперь как бы у нее есть топовый меч и вряд ли она им когда-либо воспользуется потому что играть и на ней пока что не собираюсь но если как бы она у вас есть его за нее играть то downless evernight для нее топ-1 есть еще меч дискорд который после резонанс скилла дает вам концерт энерджи примерно такая же пуха как уверены только меч но это тупо для большего приключения если вы хотите танкового саппортиков хавок то вам нужен downless evernight янг янг тоже прикольный дпс хороший на нем много поиграл у меня есть даже неплохие эхо на нее по типу вот этой цапельки многие из вас наверное хотели бы такую цапельку на генерала но не отдам вот на нее в принципе то же самое что и на ровера там в топе стоит emerald of genesis потом идет батл пасовый потом идет крафтовый и потом идет из ивентового баннера одноручный меч вот по факту если вы используете в гибридной конфигурации они проводите на поле много боя любая пушка на energy regen любая пушка на саппорта которая дает концерты energy или какой-нибудь хилинг чара при использовании liberation то есть ульты в принципе подойдет по факту она от пушки не особо зависит то есть я вот на нее воткнул скейл слэшер кстати тоже один из неплохих саппорт configuration вепонов но тут вопрос в том что тут еще нужно понимать под кого она пойдет потому что у меня сейчас сборки для янг янг нет и она стоит на пол ну и последний дед янву на него честно говоря не особо много каких-то информационных ссылок может потому что на нем никто особо не играет может потому что его аутро не подходит почти под никого давайте будем считать что под него подойдет любая фиолетка если вы реально задумались о том какое оружие ему поставить то задумайтесь о том правильно ли вы делаете что-то в этой игре или нет потому что я не видел игроков которые играют на нем может быть он недооценен но как будто бы я ну очень странный мужчина ну и собственно прорезюмирую на всякий случай если кто-то не понял это пушки которые по факту засимлены в сочетании статов в вакууме под каждую раздельную ситуацию если брать ее вот по отдельности какая-то из пушек будет хуже какая-то будет лучше у каждого на аккаунте своя экономика и у каждого на аккаунте есть разные пухи условная сигна генерала кому-то падает там с типа с пяти круток у меня есть чуваки которым она упала с первой крутки вот просто он аккаунт пошел хочу генерала выкручил собственно круточку ну там ладно 10 круток было но она выпадает вот первое просто сразу летит лего ну и как бы не стоит стремиться к всему бисовому ну то есть ко всему лучшему стоит стремиться к балансу и не потерять экономику то есть разумеется если у тебя есть крутки и ты хочешь крутить крути или если у тебя есть ресурсы и ты хочешь бесконечно фармить руду на крафтовую пятерку с 5 крафте но фактическая эффективность будет зависеть в любом случае от статов эхо пушка дает пассивные эффекты и да какие-то пушки будут давать возможность тебе получать дохрена критрейта например сигны какие-то пушки реально апают дамаг но этот дамаг ничтожен без эхо поэтому в первую очередь дрочись на эхо пушки они по большему счету нужны мейн дамагеру для того чтобы кратно увеличить свой урон за счет допов и пассивок например на стакивание атаки или вот как сигна генерала который вообще просто превращает его в зверя без сигны генерал это ну типа ну такое вот либо это пушки на саппортов которые просто дадут комфорта игры допустим на вериночку вариатор да вот этот на магов который дает просто концерта energy то есть тебе просто будет проще играть комфортнее играть как таковой роли они ну не то чтобы не играют но просто но это нужно почувствовать это нужно почувствовать и поиграть поэтому все что я советую это ролить в первую очередь сигну либо основную пушку на вашего основного дпс ра в котором вы уверены то есть например вот я сейчас буду ролить сигну на inline почему я в этом видосе нет потому что я не знаю изменится она за бт или не изменится но всегда там тоже бешеная такая же как у и генерала поэтому это лишь из ознакомительной информации что вы просто знали что если вам какая-то пушка упала она может быть неплохой или может быть плохой но большинстве случаев на сап персонажей подходит любая фиолетовая затычка потому что они просто не пускаются на поле кто-то даже зачастую под сап персонажей эхо в принципе не качает но плане выбили 5 сет есть и пойдет прокачивать доп статы не будем потому что ну вот пока что игра в стадии того что тут особо не надо уметь играть и проходить какие-то активности на лимитах поэтому да этот список собственно оружие для персонажей он вот первичный и скорее всего будет действовать весь июнь вплоть до выхода 11 версии в новом battle пассе будут новые пушки новая сигна у inline она скорее всего что-то там перевернет поэтому переделывать этот видос и актуализировать я буду в июле вот такие дела подбирайтесь собирайтесь ролитесь всем спасибо за просмотр до новых встреч